Друзья, приветствую! Это очередной выпуск программы «Тайны с Жирновым». И я в очередной раз с удовольствием представляю вам моего собеседника в этой программе, Сергея Жирнова, полковника запаса, бывшего разведчика-нелегала, а ныне известного публициста, очень популярного блогера и писателя. Сергей, здравствуйте! Рад очередной нашей встрече. Это Алексей, я тоже очень рад. И привет всем! Сергей, давайте начнем с темы покушения на Фитца, на Роберта Фитца, Словакского премьера. Как по мне, очень, ну, понятное дело, да, что это громкое событие, ужасающее по степени своего цинизма. Я почему-то считаю, что нельзя отбрасывать и одной из первых версий должна быть рука Москвы в этой истории. Как вам кажется, я ошибаюсь или нет? У нас пока нет достаточной информации, чтобы прямо сказать, что вы ошибаетесь, или вы правы. Это одна из версий. Это рабочая версия. И она вполне себе рабочая версия. Потому что сейчас есть аргументы и так, и прочее. И они, я бы сказал так, 50 на 50 тысяч. А вы знаете, всю эту историю сглазил я с Евгением Киселевым, потому что мы на прошлой неделе сделали с ним передачу по поводу покушения как раз на лидеров государств. Потому что тогда шел разговор о том, что на Зеленского готовилось покушение. СБУ поймало двух полковников, которые работали прямо в его службе охраны. И мы сделали специальную передачу. И вдруг, буквально через несколько дней, покушение на ФИЦУ. Оно объективно... Почему я говорю 50 на 50? Потому что объективно оно, с одной стороны, работает вроде бы на Украину. Потому что ФИЦУ был противником оказания активной помощи. Перебью сразу, Сергей. Он был на словах противником. Понимаете? Но реальных каких-то действий он противник и вступления Украины в Евросоюз. На словах. Но ни одного действия ни в Европолламенте, ни в Евросовете от ФИЦа никто не увидел. Поэтому, как одна из версий, Путин мог его публично наказать за это. Вы же мне не даете до конца рассказать. Все за меня рассказали. Извините. Спасибо. Я учусь у вас. Насколько программ уже записано. Очень хороший подход. Потому что, да, вот именно что. На словах формально ФИЦУ был вроде бы, я же сказал, вроде бы он был противником Украины. Его, по крайней мере, над него налечили такую этикетку. Но на самом деле, и вот дальше, надо было сказать все то, что вы сказали, что слова – это одно, а дела – это другое. Вы знаете, такая же ситуация, кстати, с Лукашенко. Потому что, если вы посмотрите, что говорит Лукашенко и что делает Лукашенко, это две большие разницы, как говорят у вас в Одессе. Вот. И ФИЦа то же самое. Потому что, естественно, ФИЦУ, на самом деле, ФИЦУ встречался, кстати, с вашим премьер-министром и сказал, что он не против вступления Украины в ЕС. Он там не против того, он не против того, и подписал какие-то документы с ним. То есть, на самом деле, действительно, у него очень неоднозначная была фигура. Но он все-таки играл словами на поле популистов. Вот. Но почему в этом еще нельзя исключать Путина? Потому что, ну, во-первых, как вы правильно сказали, это могло быть наказание за то, что он говорил, но не делал. И, соответственно, значит, наказали его за это. И плюс такое покушение на такую яркую фигуру, которая считается, в общем, фигурой популистской, в общем, в правом лагере накануне европейских выборов, это тоже работает в пользу Путина. Да, потому что это тоже настроит, значит, Европу на то, что вот видите, каких людей, на каких людей, так сказать, покушаются. И тут же озвучила Симоньян украинский след. И тут же сама правящая партия, значит, которая сейчас правит в Словакии, озвучила, что вот видите, какие экстремисты, значит, в лагере демократов, так сказать, в лагере, в проевропейском лагере и так далее и тому подобное. То есть, поэтому я не сказал, что обе версии рабочие и обе версии 50 на 50. Там же еще вроде бы стрелявший в ФИЦа связан с ночными волками Путина. Вы видели эту информацию? Ну, конечно. Но это, видите, эта информация очень старая. И она приклялется только очень старым каким-то фото. И плюс сама эта группа, с которой он работал, она сама распустилась в ноябре 22-го года. То есть ее уже года как нет. И поэтому привязывать его к этой группе, которая давным-давно уже не существует, полтора года не существует уже этой группы. А его все связывают. Но, с другой стороны, у каждого есть... Вы знаете, это так, если у французов вы можете, допустим, покопаться в их университетском прошлом. Они все были маоистами какими-то, они все были коммунистами, они все были леваками, и они все были троскистами. А потом передумали, обдумались, надели пиджачки, надели галстучки и стали работать в банках, и стали абсолютно консерваторами, правоконсерваторами, а некоторые даже сугубо правоконсерваторами. Так что то, у кого там, кто там был... Потому что я тоже у Жириновского числился в 90-м году в партии ЛДПР, когда эта партия была еще либерально-демократической. Когда ее создавали как либерально-демократическую партию. Это потом он из нее сделал, сохранил название, но сделал из нее практически неонацистскую партию, или экстремистскую популистскую правую партию. Из которой, естественно, когда они мне стали продолжать присылать всякие материалы, я им сказал, ребят, я с вами больше не играю с 92-го года. А доступ к телу Жириновского у вас был? Но я имею в виду, насколько вы там высоко были в этой партии? Я был очень высоко в этой партии. Я был министром иностранных дел ЛДПР на этапе ее создания и первых двух лет функционирования. А потом, когда я ушел, в 92-м году вместо меня пришел Леша Митрофанов. И Леша Митрофанов уже избрался, стал депутатом и был официальным министром иностранных дел. Мой приятель ПомГИМО. Ну как приятель? Однокурсник. ПомГИМО, который у Жириновского был долго-долго, а жена его была даже замминистра иностранных дел. То есть там была очень интересная спайка, кстати, для Жириновского. То есть я там был вполне себе крутым человеком, но когда я уехал учиться в ИНА во Францию, все это дело я похитил. А потом, когда Жириновский уже практически в 92-м и уже точно к 93-му году изменил содержание партии, тут я уже им сказал, что, ребята, я с вами в эти игрушки не играю. То есть в самом начале он трехнутым не был? Он в самом начале не был трехнутым, потому что он в самом начале был агентом КГБ, которому просто поручили во время перестройки сделать смуту в Советском Союзе и замутить такую новую партию. Я его, кстати, спас. Лично я его спас от того, чтобы его свергли как руководитель этой партии. Потому что в марте 91-го года была попытка переворота внутри этой партии, потому что, я так понимаю, что разные управления КГБшные ее курировали. И один такой другой человек, который такой наполеоновский маленький, маленького роста, я даже не помню, как его фамилия. По-моему, что-то типа Богданов, что-то в этом роде. Он попытался на съезде партии свернуть Жириновского. И я взял слово и защитил Владимира Вольфовича. Это мое слово тоже сыграло какой-то кирпичиком в том, что попытка раздела партии не удалась, а этого Богданова исключили из партии и выгнали оттуда с треском. Так что в этом смысле, конечно... Ну и тогда, когда в 91-м году был парад на Красной площади, когда свистали Горбачева, и он ушел оттуда, с трибуны. И тогда в манифестации в 1 мая первый раз принимал участие колонна партии ЛДПР. Я там был, и я там организовал, кстати, съемку для итальянцев. Заработал суммы деньги на этой съемке, потому что они очень были рады. И потом человек, который из итальянской либеральной партии туда приехал, ему захотелось купить кассету, и мы ему продали очень дорого эту кассету. Ну, мне, конечно, пришлось отчитываться об этом в КГБ. Но они сказали, что оставляй это оперативные деньги, в общем, потом будешь использовать их за границей. Так что там вот такой интересный был расклад. Понятно. Я сделал себе пометочку. Я еще не раз вернусь к этой теме вашего сотрудничества с Жириновским. А, возможно, вы дружили вообще или нет? Можно так сказать? Мы с вами когда поговорим, вот я вам расскажу все эти самые, потому что мы же с вами делаем передачу «Тайны». Когда-то будет посадиться «Тайна», мы, значит, такой тизер уже сделали в нашей передаче. Сегодня, я считаю, что достаточно этого тизера. В будущем выпуске задел такой неплохой, да. Вернемся к «ФИЦА». Когда мы вернемся к этому разговору о Жириновском, тогда я вам расскажу там побольше. Ну, вот «ФИЦА». Значит, теперь все будет просто зависеть от того, выживет он или не выживет. То есть, если он все-таки в итоге умрет, то он умрет героем, так сказать. Ему поставят памятник. И начнут закручивать гайки в Словакии, чтобы, значит, скрутить каких-то там оппозиционеров. Вот. А если он выживет, тогда он станет просто героем живым. То есть, тогда он станет вообще мощнейшим политическим деятелем, потому что на него же покушались. А это, значит, его боятся. Если там есть след Путина, спецслужбы, на сегодняшний день спецслужбам, сколько нужно времени, чтобы установить эти причинно-следственные связи заказчика? Очень мало. Потому что сейчас все отслеживается очень быстро. Все зависит от того, насколько профессионально это делалось. То есть, если это делалось на коленке, а, судя по всему, это делалось на коленке, потому что это не профессиональный убийца, это нашли какого-то такого, ну, довольно странного человека, все-таки 71-летний поэт какой-то там, он стихи пишет. Вот он, кстати, после того, как он расстался с этой пропутинской группировкой, он стал таким ярым демократом. На самом деле он писал такие защитные тексты. Вот у меня, кстати, был разговор на эту тему с Глебом Пьяных, который очень большую работу такую исследовательскую сделал буквально за несколько дней. Он поднял его выступление. И там вообще мужик, он вообще говорил, что я вот против использования силы. Он говорил о том, что многие политики обманули своих избирателей. То есть, у него на самом деле вполне себе внятная была программа. И, откровенно говоря, я думаю, что даже если его использовали, его использовали, скорее всего, даже в темную. То есть, скорее всего, спецслужбы даже не подходили к нему как прям путинские. Наоборот, они подходили к нему как, может быть, даже украинские спецслужбы. То есть, они под чужим флагом могли это сделать, понимаете. И здесь вот это покажет следствие, потому что такой вариант тоже я совершенно не исключаю. Если будет доказано, что приказ был отдан из Кремля, какие последствия? Ну, во-первых, наверняка на загал. Ну, общество об этом не расскажет, да? Откровенно, скорее всего, я так думаю. Но какие последствия это может иметь для Москвы и для Путина? Нет, я не знаю, расскажут или не расскажут. Потому что Словакия при всем, так сказать, при всем нашем критическом отношении к конкретным политическим партиям, партиям, которые сейчас находятся у власти в Словакии. Словакия – страна демократическая. Там у них функционируют вполне демократические европейские институты. То есть, там есть прокуратура независимая. Там есть суды независимые. И там, если будет следствие, то, скорее всего, оно будет независимым. И оно реально расскажет нам, что там делается, что там хорошо, что плохо. Так что будем ждать результат следствия. Последствия для Москвы могут быть, если она виновна? Да, если найдут след... Ведь это не первое, скорее всего, политическое убийство в мире, которое одобрил Путин. А если найдут след, доказательные следы Москвы, то это будет очень неприятно для Москвы, да. Ну, насколько неприятно? Это повод для того, для уничтожения того же Путина. Если он открывает тир из европейских политиков, то почему бы не такую черную метку и не бы дать ему? Ну, в принципе, для этого не нужно никакого ответа, потому что он уже так много черных меток получил. Он уже числится в розыске в Международном уголовном суде. Он, в принципе, считается нелегитимным правителем. ПАСЭ и Европейский парламент проголосовали за это дело. То есть его не рассматривают до конца как легитимного правителя. Поэтому, так сказать... Но я не думаю, что кому-то в Европе, в Западной Европе или кому-то в Соединенных Штатах Америки или в НАТО интересно ликвидировать физически Путина. К сожалению, для нас было бы очень неплохо. Так, ну что, обсудим Ишака Си Цзиньпиня. Лавров. Как Лавров поставил, тавровал просто на десятилетия вперед, если не на всю оставшуюся жизнь Путина вот этим выражением. Оцениваем. Я думаю, что это была его самая капитальная ошибка за всю его карьеру дипломатическую. Потому что ему удалось спасти себя во время вот этой пересадки музыкальных кресел. И я так думаю, что теперь Путин его уберет в отставку. Ну тогда исполнится его мечта. Мы же с вами неоднократно вспоминали, что по разным источникам он просится об эту отставку еще, по-моему, с 2014 или 2015 года. Знаете, это, скорее всего, такая штука. Скорее всего, его мозг, который устал просто от всего этого дела, и которому надоело все это дело, который просится в отставку, а его не пускают. Вот он, может быть, даже не специально. Не специально. Я не исключаю даже, что он специально ляпнул такую штуку, чтобы, так сказать, спровоцировать свою отставку. И даже если это не специально, то просто его мозг это сделал. Потому что у меня была у самого такая история, потому что я когда вот просто в 92-м году... Нет, подождите, я уже запутался. Да, в 92-м году очень сильно устал от работы на телевидении. У меня была пара таких проколов на телевидении, которые иначе объяснить невозможно. То есть просто хотел создать ситуацию, когда мне скажут, ну вот извините, в ближайшее время мы не сможем больше вас приглашать. Хотя на самом деле ничего это не спасло, потому что одна компания отказалась, а вторая тут же прибежала и сказала. Потому что, в общем, понятно, что во Франции очень много каналов, и все борются за... Там конкуренция очень сильно. По вертик моему опыту, так всегда бывает с хорошими ведущими. Поэтому это меня не удивляет, этот факт вашей биографии. Сергей, хорошо, но ваш прогноз я понял. Лавров не сносит головы за то, что обозвал Путина Ишаком. А Путин выглядел в Китае как Ишак? Так объективно. Давайте этот визит разберем. Понятно, что это, в общем, такая попытка Путина просто легитимизировать себя в новом качестве. Потому что он же сказал, что он вообще целомудренный политик, молодой политик целомудренный, который никогда не занимался политикой, и пришел на первый срок. Ведь он же сказал, что все, обнулилось все, ничего не считается. 24 года на президентском власти и премьер Министка, это все не считается. Теперь он, значит, вот с нуля начал. И Синдзи Пин, значит, захотел посмотреть. Ну-ка, дай-ка я посмотрю, что у вас там за нулевой такой президент. Покажите-ка мне его. Ну, а дальше вы же понимаете, что... Вы знаете, самая главная вещь, которая показала всю значимость этого визита, кроме, значит, вот этой оговорки Лаврова, что по поводу Ишака, это то, что они подписали. Они подписали санитарную конвенцию по поводу российского... Я процитирую. Мне так понравилось. Я себе подготовил. Значит, это геополитический и экономический успех. Соглашение о поставках в Китай российского топинамбура и субпродуктов из говядины, в частности, говяжьих хрящей и желудков. Они даже не постеснялись об этом на сайте Кремля написать. Им же надо рассказывать о том, что они подписали. Представляете, вы говорите, это успех. Это не успех, это прорыв геополитический. Потому что Россия 50 лет, последние 50 лет, начиная с Советского Союза, она боролась за право поставлять на мировой рынок, стать мировым лидером по поставкам топинамбура и говяжьих хрящей. И вот, вы знаете, это нарочно не придумаешь. Это, значит, советский фильм. Помните, помни подвиг разведчика? Я сразу вспомнил. Потому что этот самый советский разведчик, который работал, значит, под прикрытием немецкого аристократа, он же чем раздевал гестапо? Он по поставке щетины. Для свинок щетины, для щеток. Закупали в оккупированной Украине, поставляли в Германию. Ему удалось разорить огромную фирму своего партнера, которого потом он завербовал для работы на советскую разведку. Но вот Путин пытался... Китай пытается... Советская экономика, Сергей, сидела плотно, да и Российской Федерации, на газовой игле. Да, все говорили. Теперь будет топинамбуровая игла, как бы она не присела на нее. Ну, это все, конечно, смешно. Но если увидели ли вы то, что нас может напугать, в общем-то, по результатам этого визита? Понятно, что там были кулуарные какие-то договоренности, что-то между строк в их заявлениях. Вы прочли или нет? Нету, ничего напугать нас не может. Наоборот, это можно пугать Путина. Потому что, обратите внимание, соглашение по топинамбуру или топинамбуру подписывали, а Патрушева, который вице-премьер по сельскому хозяйству, там не было. И министра сельского хозяйства там не было в этой делегации. А еще, угадайте, с трех раз, кого там не было. Миллера там не было, хотя они планировали и о газе договариваться. Вот, Миллера там не было. И формулировка, которую там записали, это то, что Россия и Китай подумают о том, как там силы Сибири-2 через Монголию и так далее. То есть, на самом деле, никакого договоренности нет. Нету Миллера, поэтому там нет. И Миллер не собирался туда ехать. Он сказал, и китайцы Миллеру сказали, что ваши 22 миллиарда, которые мы у вас выбираем, и так слишком хорошо для вас. Больше мы вас брать не будем, вы нам не нужны. У нас есть другие поставщики. И вот это интересные вещи. Потому что все остальное – это был просто такой цирк с конями, который называется «Госудастный визит», поэтому там все красиво. А, еще было очень смешно. Там не все красиво, там унижение на унижении было вообще-то. Красивое унижение на фоне красных дорожек. Чем оно красивее? Потому что чем помпезнее вас встречают для того, чтобы вас унизить, тем это больнее. А еще там был такой троллинг, очень тонкий Си Цзиньпиня, который сказал, что весь советский народ обожает китайскую оперу. И еще какую-то форму борьбы, которую никто не знает, я даже не запомнил, как по-китайски она называется. Но это очень хорошо. Потому что вы же помните, Алексей, вы человек интеллигентный, воспитанный, культурный. Вы же целыми днями ходите на китайскую оперу с детских лет. На будильнике стоит. Если не сходить раз в неделю на китайскую оперу, то просто неделя прожита зря. Вы представляете, в Российской Федерации китайская опера. Я вам откровенно скажу, я не могу слушать китайский язык, а уж китайскую музыку – это просто издевательство. Причем, это же опера. Почему это троллинг? Потому что в настоящей китайской опере все роли исполняют мужчины. В том числе и роль женщины. Роль женщины, у них там четыре ролевые главные роли. Значит, роль мужчины. Шэн там или как называется. Это традиционная китайская опера, да. Вот. И, кстати, в японской опере, по-моему, то же самое. Но вот у китайцев точно совершенно. Причем у них есть звезды. То есть исторические звезды. Вот если вы в Википедии там посмотрите, у них там есть такие фигуры, про которые книжки пишут. Вот исторические великие исполнители женских ролей в китайской опере. А это в Российской Федерации запрещено. Это же пропаганда ЛГБТ. Милов, да, или кто из Госдумы в очередной раз там начал борьбу и с актерами, и тоже. Ну, в общем, мужчина в юбке – это то, с чем действительно на сцене, да и в жизни сейчас в первую очередь борется в Российской Федерации. Хорошо. А как вам деление, вот как коров их заклеймили вот этими браслетиками? Шойгу, который не мог пробраться в парламент, да. Там многие уже вспомнили, действительно справедливо провели аналогию с Золотой Ордой, там, где были на шею, правда, там вешали пайдзы, помните? Это были такие пропуски по стране. Вот если ты хотел через Монголию проехать, например, или куда-то добраться, в зависимости от того, если золото, то понятно, что ты ханский человек, и тебе почет и уважение и везде там и кормят бесплатно, и лошадей меняют, и их кормят, а с деревянным ты бы там дальше какого-то там округа бы и не добрался. Тоже унижение? Ну, конечно. Ну, в общем, с другой стороны, понятно, что не стоит искать там до конца все эти, выковыривать изюминки, все эти бодяги, потому что просто сам факт того, что Путин на поклон приехал к Си Цзиньпиню, уже он достаточен, это уже большим унижением вообще придумать нельзя, потому что ведь проблема не в том, что Путин приехал, он мог бы в Китай приехать, никаких проблем. Проблема в том, что он никуда, кроме Китая, приехать не может, и Северная Корея, и Белоруссия, вот в чем проблема. Потому что во Франции тоже, допустим, там Макрон какой-нибудь, если бы он приехал в Китай, он был счастлив, да? Но он потом поедет в Соединенные Штаты Америки, потом он поедет в Индию, потом он поедет еще куда-нибудь, потом он поедет на Генеральную Ассамблею ООН. Ну вот ему без разницы, он может ездить по всему миру, а Путин может ездить только Беларусь, Китай, Беларусь, Китай, ну и Центральная Азия. — Китай решил, что делать с Путиным и с Российской Федерацией, как вы думаете? Понятно, что непростой был визит к Макрону и Урсуле фон дер Ляйен, да, у Си Цзиньпиня, скорее всего. — Да не то, чтобы непростой. Там китайцы спокойно все на все это дело смотрят. Они, знаете как, они... Для них непростой он был не политический, а экономический. У китайцев сейчас огромные проблемы экономические. Они сейчас начинают терять рынки Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Они теряют поставки технологий, высоких технологий из Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Вот это для них больно. А политически им пофигу, на самом деле. Ну, почему? Ну, обсудили. Вот китайцы назвали свой план. Макрон сказал, что там свои войска в НАТО постепенно. И вот согласились, не согласились. Без разницы. Это разговор ни о чем, на самом деле. Потому что у Китая нет прямых интересов во Франции политических. Ну, кстати, шпионы китайские во Франции очень активны в последнее время. В том числе, кстати, и политические. Потому что вот впервые поймали китайского шпиона в Германии и в Бельгии, которые ставили там вопрос о каком-то вмешательстве в европейские выборы 6-9 июня, которые нам предстоят. До этого китайцы этим не интересовались. До этого их интересовали только военные дела и научно-технические, технологические дела. Вот теперь, как выясняется, они перестраиваются. Теперь их и политика интересует. Но Западная Европа, их все-таки интересует больше экономика, потому что с экономикой у них швах. И Россия в этом смысле для них является такой отдушиной, но не больше чем. Потому что Россия – это 3,5% их внешнеэкономического оборота. Это все равно очень мало. И китайцы, кстати, не хотят, чтобы… Вот Путин настаивал, чтобы больше у него покупали китайцы. А китайцы им говорят, подожди, подожди, Володя. Раньше у нас была сбалансированная торговля. По 60 миллиардов экспорт-импорт. То есть практически бартер. Что купили, на что купили, столько и продали. Теперь китайцы покупают в два раза больше, чем продают в Российской Федерации. И они говорят, нет, нет, нет. Вот вы давайте… Мы готовы увеличивать товарооборот, но за счет нашего экспорта в Россию. То есть российского импорта наших товаров, наших… Причем не создавать совместные предприятия, чтобы по китайским технологиям чего-то там создавать на территории Российской Федерации. Нет. Вы нам продали по дешевке лес, газ, нефть и прочие всякие вещи. А мы вам за очень дорого продали наши машины, наш ширпотреб, нашу технику, наши компьютеры, чипы, дроны и так далее. То есть в этом смысле Китай просто настаивал на том, чтобы добиться баланса внешней торговли и давил на Россию, что Россия теперь должна больше закупать китайских товаров. А Путину это не очень интересно было на самом деле. Но у него выбора тоже нету, потому что в юане все продал и заплатили юанями, а кроме как в Китае юани нигде не возьмут и могут даже побить очень сильно, если предложишь юани в другом месте, кроме как в Китае. И плюс Китай упирается рогом по поводу вторичных санкций. То есть Китай не хочет попадать под прямые вторичные санкции, а ему было сказано дважды. То есть приезжал министр финансов в Китай и американский госсекретарь Блинкин в Китай и сказал, что ребята, вот вам мы даем от 3 до 6 месяцев, если не изменить свою политику, мы начнем вводить против вас очень жесткие санкции. Вот и Китай это очень больно, и Китай очень боится, потому что западный мир это практически половина его внешней торговли. Так, ну дай бог, чтобы это так все и развивалось, вот как мы с вами говорим, да, и там кулуарно, что не было каких-то там договоренностей, хотя вы правы действительно пока на это не похожи. Давайте вернемся к Шойгу многострадальному, который там с позором, но в парламент все-таки пролез, вот этот китайский. Путин зачем его вообще с собой брал? Свежеотставленный министр в составе правительственной делегации. Но это выглядит очень странно. Игорь Алексеевич, вот здесь вот я с вами поспорю очень активно. Это очень внешний взгляд на все эти дела. Шойгу, во-первых, он туин. Когда он приезжает в Китай, его принимают за своего. То есть он не похож на москалей, он не похож на… Ну, хотя у Путина тоже там разрез, в общем, азиатский, к старости. После пластика. После пластики, да. Чем больше пластика, тем более у него азиатский разрез глаз и лицо. Нет, Шойгу 12 лет сидит министром обороны. Министр обороны в Китае, в Российской Федерации, у него были очень серьезные переговоры. У него были отдельные визиты, он отдельно как министр обороны посещал Китай. Точно так же, как министр обороны Китайской Республики приезжал в Российскую Федерацию. У него был отдельный визит в Северную Корею. То есть на самом деле у него есть своя собственная система связи с китайцами. И китайцы его на самом деле к нему привыкли, его ценят. И его Путин не понизил, его Путин повысил. Секретарь Совета Безопасности это выше, чем министр обороны. Это человек, который сидит, занимается организацией работы органа, который является координирующим органов всех силовых министерств. То есть раньше он был членом Совета обороны и наряду с другими министрами отчитывался Патрушеву, потому что Патрушев говорит, мне нужно формулировать политику национальной безопасности. И для этого я слушаю всех министров силовых, всех руководителей спецслужб силовых и так далее. И теперь Шойгу сел на это место. На самом деле это ключевое абсолютно место. И плюс к тому же он человек, который знает о всех секретных договоренностях, которые по военной линии были с Китаем, а Белоусов об этом ни ухо ни рыло. Потому что есть вещи, которые шли только по линиям Министерства обороны, которые не докладывались даже Совмин, потому что там военная тайна и так далее. И Белоусову еще только входить и входить. И еще неизвестно, понравится ли он китайцам или не понравится. Потому что Белоусы, строго говоря, то, что роль, которую ему сейчас отводит Путин, бухгалтера, который подсчитывает просто бабло, чтобы оно не очень сильно утекало, разворовывалось кланами шойговским или не шойговским. В этом смысле он станет, кстати, его жизнь в смертельной опасности. Потому что человек, который занимается деньгами, регулированием всего воровства Министерства обороны, у людей, у которых есть танки, пушки, самолеты и личное оружие, у многих даже такое наградное, его просто могут замочить, потому что любой человек, который начинает разбираться, а разбор подразумевает потом посадки. То есть его могут просто ликвидировать в ближайшие три месяца. Или саботировать все то, что он будет делать. То есть Белоусов на самом деле получил очень сложное назначение, потому что, во-первых, его формально очень сильно понизили в табеле о рангах Российской Федерации с поста аж первого заместителя премьер-министра до просто министра. Ну, пусть он стал членом Совета Безопасности, но все равно это локальная вещь. И хотя формально, если бы он был коррупционером, то он должен был бы радоваться. Потому что формально, когда он был высоким чиновником, первым замом в Белом доме, он сидел первым замом, но воровать конкретно он не мог, потому что у него нет никакой материальной части. То есть он мог подписывать какие-то бумажки, но за это не очень сильно можно было... То есть заносили, конечно, но он вроде бы щепетильный человек. То есть он создал своему сыну какую-то фермерку, какие-то там 50 миллиардов они заработали. Это, в общем, копейки по российским делам. А теперь у него целое министерство, где больше двух миллионов людей работает. У всех этих двух миллионов людей у них есть свои проблемы, социальные проблемы, пенсии, чины, звания, военные округа. Он никогда этим не занимался, никогда не занимался руководством огромного количества людей. Миллион триста военнослужащих. У них они все с погонами, они все в орденах, они все с шашками наголо, и все воруют миллиардами. И вдруг приходит такой свято-белый-пушистый, говорит, все, заканчивается воровство, потому что Вовочка мне сказал, что я должен над вами надзирать. И когда я вам говорю, что он через три месяца максимум протянет, может, его убьют там и через три дня даже, и через неделю. Тем более, что у него посадили же всех заместителей. То есть у него нет ни одного своего человека, которого он привез с собой. Ему некого привезти, потому что из Белого дома люди не согласятся за ним уходить в Министерство обороны. В Белом доме вы сидите в аппарате первого зама, но есть только там мантура всех разгонит, всю команду Белоглазова, Белозубова, то тогда, может, там люди за ним и пойдут в Министерство. А так они будут зубами и когтями держаться за аппарат Белого дома. Вот даже его просто помощники, советники и прочее. Зачем им переходить в какое-то сраное Министерство обороны, хотя они сидят, когда они сидят в Белом доме, у них совсем другой уровень снабжения, там дачи всякие и прочие штуки. Нет, нет, нет. У него очень сложная позиция. Понятно. Ну, посмотрим. Три месяца. Через три месяца спрошу с вас, почему там жив, или наоборот, скажу, что прогноз ваш оправдался. Хорошо. Мне понравилась одна очень конспирологическая версия о том, почему... Ну, кстати, вот о том, что... Вы правильно говорите, что Шойгу в Китае, свои связи, он вроде бы и нужен, да, как на сегодняшний день. Но, с другой стороны, вот это унижение с синим пропуском, синий ему дали какой... Я не верю, что это было просто так. Это было показательное также и унижение отставленного недавно министра. Поэтому посмотрим. По поводу, что СНБО, насколько орган, наделенный полномочиями, вы знаете, это СНБО в любой стране, вот доказано даже Украиной, это тот орган, который может быть как всесильным, так и кладбищем сбитых пенсионеров. Весь вопрос в том, какие полномочия ему делегирует президент, например. В Украине были времена, когда СНБО дублировало кабинет министров Украины, а были времена, когда оно напоминало геронтологическое отделение власть-имущих. Поэтому посмотрим. Еще рано говорить, что как много власти в своих руках саккумулировал Шойгу. Посмотрим. Мне понравилась конспирологическая теория о том, что Путин его взял с собой, потому что боится Шойгу еще пока на сегодняшний день. Ведь боится, что Шойгу в его отсутствии мог устроить военный переворот в Москве. Нет, это исключается, потому что Шойгу не тот человек, который вообще может устроить какие-то военные перевороты. Он просто оленевод, по воровству бабла это с ним. А вот военный переворот это не про него, это вообще не про него. Потому что военный переворот подразумевает, что за вами стоит армия. А за ним-то армии никакой нету, его в армии презирают. То есть кто с ним будет устраивать военный переворот? Что он один сам наденет свой мундир, выйдет на Красную почту и скажет, «Вовочка, подлые трусы, выходи». Это все перевернуло. Все перевернуло. У него же нет никого, никакой армии. Это же не Пригожин. У Пригожина были люди, которые за него готовы были отдать свою жизнь. За Шойгу, даже если он чемоданами деньги будет платить, скажет, там, дочку замуж отдам, если самое деньги. Никто за него не пойдет. Точно так же, как и за Белоусова. Вот чего-чего. А вот этого Путина, кстати, бояться не стоит, потому что ни один, ни другой не смогут сделать никакого военного переворота. А вот против Белоусова, который, значит, устраивает всю эту бодягу. И больше того, еще одну вещь, которую я вам забыл сказать, это то, что сейчас же всех заместителей бывших Шойгу разгоняли и разогнали или посадили. То есть еще, мало того, Белоусов, это вот я вам прогноз, там, три месяца может не дожить, а еще шесть месяцев Министерство обороны не будет работать. Просто не будет работать. Потому что надо же сначала кого-то посадить. А кто будет формировать эту команду? Белоусов будет команду формировать? Значит, может быть, Патрушев там начнет из Совета безопасности кого-то там перетаскивать в Министерство обороны. Потому что они в одной команде. Белоусов, Патрушев, Громов, Сечин. Это я строю. Но Патрушев уже сослан на кораблестроение. Да, но он сослан сам лично на пенчию. Но это ему не запрещается, так сказать, за кулисами своего огорода позвонить кому-то и сказать какому-то генералу, что ты там перетядешь к этому Белоусову, потому что Белоусов их может формировать. Но, опять же, их утверждает своими указами Путин. Это же не приказы министра обороны. Потому что заместители министра, по-моему, там указы президента должны быть. По этому поводу, вы знаете, Путин на самом деле, это тоже глупость была полная. Потому что такую перетряску Министерства обороны во время войны делать, это идиотизм. И это я всем своим украинским партнерам на этой неделе сказал. И вам скажу, Алексей, потому что на вашем канале тоже надо, чтобы это прозвучало. То, что для Украины это отличная новость, это очень хорошая новость. Потому что Министерство обороны Российской Федерации будет парализовано ближайшие шесть месяцев. Во-первых, они сначала будут думать, кого назначать. Все передерутся кланами, кто, кого, какой. Мой министр, не мой министр. Патрушев, Чемизов и прочие всякие люди. Это раз. Во-вторых, они передерутся с ФСБ, потому что ФСБ тоже хочет контролировать их. У них тоже есть Главное управление военной контрразведки, Главная военная прокуратура и так далее. Все захотят свой кусок. Потом там будут посадки, значит, будет компромат на всех, значит, и так далее. Поэтому все замрет. А люди же привыкли заносить портфелями взятки. А теперь они не знают, кому нести взятки. И, значит, все остановится, все проекты остановятся. Потому что никто ничего не будет делать, пока не будет уверен, что он с этого дела поимеет свои откаты. И, значит, больше того, даже когда новые придут, они же будут бояться брать взятки, потому что им сказали, что всех предыдущих пересажали, значит, поэтому сажать нельзя. Им будут... И поменяются все тарифы. То есть, на самом деле, сейчас полностью дезорганизован будет центральный аппарат Министерства обороны на 6 месяцев минимум. Вот это еще одна вещь, о которой я вам говорю. Вот спасибо, что вы это трактуете в таком ключе, потому что я уже устал за неделю слушать мнение экспертов о том, что вот Путин-то вот-а теперь такой начинает воевать, да он по-новому пойдет, да они по-новому деньги будут собирать, да ВПК заработает, и оружия будет много, и это говорит о том, что они воевать будут вдолгу. Ты слушаешь и думаешь, господин, такое ощущение, что вы из Кремля вчера только перевод получили, и сегодня вы вот такие вот умники стали, понимаете, и такой анализ мне вот тут вот вы даете. Так что за это спасибо огромное. Что еще по перестановкам? Они уже закончены или нет? И вот не напоминают ли они вам вот тут известный анекдот про публичный дом, который перестал приносить прибыль? Вы поняли, да? Кого там надо менять, а не кровати совать? А, конечно, потому что... Старая обойма. Естественно, это тоже одна из вещей, о которой я говорю уже неделю, то, что нет ни одного нового лица, это все пересаживание кланов, это, в общем, кто-то проиграл. Ну, грубо говоря, Чемизов и Ковальчуки выиграли, а клан Патрушева, Громова и Сечина условно немножко проиграл. Хотя не полностью проиграл, потому что Путин умеет это все делать, соблюдены какие-то, какой-то баланс сил, но все-таки Чемизов и Ковальчуки выиграли немножко больше. Потому что вот еще надо добавить Бориса Ковальчука, который стал теперь начальником счетной палаты, а счетная палата – это вот уникальная вещь. Она такая же уникальная вещь, как Совет Безопасности. Потому что если вы вас туда... Вот когда туда ссылали кого-то... Кого-то, я там не помню, вот из... Степашина туда слепали. А, Степашин. Вот для него это была синякура, потому что он поначалу взялся за дело, он сказал себе... Ведь счетная палата – это на самом деле самый главный контролирующий орган, который контролирует использование всех государственных денег. Значит, инспектора счетной палаты могут прийти к кому угодно, начиная к Бортникову. Даже к Путину могут прийти, а не даже в Кремль могут прийти и сказать, ну-ка, аппарат президента Российской Федерации, отчитайся, как ты используешь государственные деньги. И сами ни за что не отвечают. По их представлению могут возбуждаться уголовные дела, хоть в ФСБ, хоть в Генеральной прокуратуре, хоть в Главной военной прокуратуре в отношении военных, и всех людей в погонах, хоть в Следственном комитетах. И это получил клан Ковальчука. Так что нет. На самом деле там, во-первых, это, с одной стороны, пересадки музыкальных кресел, но, с другой стороны, ключевые люди получили очень важные вещи. И я с ним согласен, конечно, Шойгу, если захочет, он может стать вторым Патрушевым. Если у него хватит сил. Тут вопрос даже не только силы его, с одной стороны, и команды, которые он там соберет. Потому что там надо убрать теперь людей всех Патрушева, и посадить своих людей. То есть, на самом деле, он из Министерства обороны теперь может перекинуть в Совет Безопасности, в аппарат Совета Безопасности, кучу генералов, которые под ним ходили. И они там закрутят гайки. А у них есть полномочия. Потому что, я вам говорю, они же главный координирующий и стратегический, они разрабатывают стратегию, грубо говоря, координирования силовых ведомств. И все это дело потом утверждает, наконец, президент, потому что председатель Совета Безопасности президент и Медведев пьяный. Но в нем секретарь Совета Безопасности это главное лицо. А в основном это, на самом деле, Алексей, это всегда такое было. Вот вспомните Сталина, его когда назначили генеральным секретарем, ну, историю надо читать. Его когда назначили генеральным секретарем в 21-м году, это должность, которая была вот секретарская, это нужно было просто контролировать исполнение решения политбюро, ничего другого. Он из него сделал, из этого за 4 года, он сделал там абсолютно четким, он сделал, создал свой аппарат огромный, набрал туда кучу людей, которые ему лично преданы. И к 24-му году, когда помер Ленин, он был самым сильным человеком аппаратно во всей этой бодяге. Поэтому, кстати, его избрали тогда уже даже и после Ленина, несмотря на то, что Ленин написал, никогда ни в коем случае Сталин никуда продвигать нельзя. Вот. Так что, ничего не закончилось. Все закончилось на министерском уровне, но теперь внутри, все заамы там и прочие всякие вещи, и все будет продолжаться. Рухнули все отработанные коррупционные связи, теперь их надо будет выстраивать заранее. Никто не знает, с кем выстраивать, на каких тарифах выстраивать. Брать будет человек или не брать. Занесешь, тебя возьмут и посадят. Значит, все будут бояться. А это значит, ничего не будет работать. Ничего не будет работать. В Российской Федерации без коррупции, без бабла, без взяток ничего не работает. Да, вы абсолютно правы. Во время войны вся эта суета, сует, она только на руку украины. Спасибо, что объяснили. Сергей, спасибо, что объяснили и спасибо за этот разговор, за очередную нашу встречу в формате «Тайны с Жирновым», нашим зрителям. Я напомню, это был Сергей Жирнов, полковник запаса, бывший разведчик-нелегал, ныне очень известный публицист, популярный блогер, писатель и телеведущий во Франции. Подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Жирнова, ну и на YouTube-канал Луниан, если вы еще этого не сделали. Всем спасибо, Сергей, вам огромное спасибо, до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok